Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, может быть Подписываемся, друзья Жмем на колокольчик Девушки отдыхают Компания Бука Подписываемся, друзья Жмем на колокольчики И оставляем комментарии Итак, компания Бука Совместно С компанией Сатурн Плюс Представляют Открываем Загружаем игру И Поехали, друзья Так Все мы взяли Пошли к Кузьмичу Занесем завтрак Или обед Что-то там шкварчит Что же там шкварчит Так Отдаем обед Держи, Кузьмич Держи, Кузьмич Обед Принесли Да Нет, блин Повестку в военкомат Обед, конечно Что-то долго вышлялись Ну да ладно Ты, Вань Лежи пока Вспоминай А я перекушу Вспоминай, Ваньок Ну, погуляйте пока А через часок-другой Приходите Я с вами Поработаю А можно Не приходить? Нет, ребятки Вы тут смуту устроили Про царя опять же выражались Так мы все по незнанию Раньше надо было думать Так что через два часа Чтоб здесь были Ясно? Да и вообще Это петь все придумал Флагом махать Я? Давай сейчас Про работу не будем Хорошо? Хорошо Ох, пилашки вкусные Василий Иванович Так А как же мы нашего Красноречивого друга Спасать-то будем? Может Вот это колесико Покрутить? Не знаю, Петька Попробуй Ты что там, Вань? А мы ничего не делаем Покаяться решил, Вань Так не время сейчас Вот доем и покаешься Я и щипчики подготовлю И гвоздики с иголочками А то вот щипчики надо забрать Так, а это что? Щипчики Взять? Возьми Все равно никто не видит Пойдем, девочки, щипчики подарим Подписываемся, друзья Жмем на колокольчик Оставляем комментарии Делимся с друзьями Друзья, мы всегда рады вам Видеть у нас в гостях Берем щипчики Отдаем нашей девчонке Мучительницу Ворона-мучительница Девочка А девочка Глянь-ка, чего у нас есть Меняю на ворону Да Вот так вот Все просто Так, забираем на вороны Отпускаем И забираем на мучник Хлеп Да Так, сейчас нам нужно Ваньку освобождать Ха-ха-ха Так, ляп А, мед Мед поставим Зачем, Василий Иванович? А вот увидишь А сейчас увидишь Да О О О Мишка все взял Не каждый день Такое увидишь Зато теперь Решетки на окне Нету Прям как-то Посвежее стало Да Василий Иванович Да Посвежее Кляп в рот Прости, Ваня Так надо Вот все равно надо я понимаю василий что петька по моему пора сматываться нам тут больше делать нечего не понял а куда мишка делся смотался что ли он ну дик и на колыму и двинул с хозяином на пару сразу на колыму а чтоб два раза не ходить все равно сошлют за порчу казенного имущества так сказать зайдем в кабак вот он наш ванька 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 точно он отпустили значит да ванька правильно ух не сахар точно как же мы сами-то не доперли пойдем немцев бить меня-то отпустите вот петька что значит красноречие вот что значит красноречие харизма одним словом подписываемся друзья не забываем сжать на колокольчик так пошли на заставу ледовое поё побоище ага только летом как будто наша дивизия прошлась помнишь петров гражданская и пиетия еще б не помнить до сих пор перед глазами стоит аж слезы наворачиваются да 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 так ну что пошли дальше василий иванович глянь какая гармошка прикольная губная надо взять ты что играть на ней умеешь я не умею но всегда найдется кто-нибудь кто умеет возьмем так что там еще надо взять глянь петька живой живой вроде а в кармане у него василий иванович я мешочек с порохом нашел вот эх петька петька мародер а ну положь на место да зачем он ему ружья то сломаны действительно это один из компонентов помните зачернел а это что за сумочка письмо какое то на немецком языке что за письмо аптекарю какому то написано типа по мелию письмо а ты откуда немецкий язык знаешь василий иванович а давно петька еще в эмпористическую войну я к немцам в плен в тыл был заброшен вот там изучил немного забыл правда уже почти все василий иванович это че германия что ли да какая германия слобода это петька немецкая поселение такое понял а это как наши гадюкина что ли ну типа того только тут немцы живут резервации одним словом ммм понятно так давай как текаря постучим вы вас издак че это он Василий Иванович это он Петька что то по немецки Моя, твоя, не понимай. Русские мы. Ферштейн? Русские? Понимаете, что надо? Ну, так уже лучше. Да нам, собственно, в общем, познакомиться возожди. Ты кто будешь? Я есть цирюльник, лекарь, что вы есть хотель. Так, мы ж письмо ему принесли. Письмецо мы какое-то нашли. Что-то там про аптекаря. Я-я, давай. Я есть аптек, я буду смотреть. Ну, на. Данкиша, вы можете зайти в дом. Битта. А сейчас чего хочет? Говорит, спасибо, мол, заходите. Так пошли, в чем стоим? Очень хорошо. Моя мутер мне писает. От мамки, значит, письмо-то? Я-я, матер. Из мой фатерланд. Ну и что пишет мамка-то? Она просит меня, как это будет по-русски гименей. Братцеваться. О, жениться просит моя мутер. Так женись. Что за дела? Я есть хотеть фрау Марта. А она есть... Замужем, что ли? Плохо. За чужую бабу и... Звездюлей навалять могут. Марта, не замужем. Марта есть, мое любое. Она... Не хочет, что ли? А-а-а, ну и отбывает. Бабы они такие. То хотят, то не хотят. А чего еще мамка-то пишет? Она хотеть, чтобы я ей ответ писать. Так напиши. Мамку обижать нельзя. Вы бы подождать. Я ответ написать, а вы относить. А ну, пиши. Мы подождем. Подождем, Петька? Подождем. Подождем. И потом писать. Гуд? Гуд-гуд. Думай. Мы подождем. Чуть-чуть. Так, пошли пока сходим. Так. На губной гармошке поиграем. Василий Иванович, хочешь прикол покажу? Ну, давай, Петро, показывай. Хе, Петька, ну ты придумал. Нехорошо, Петька, над пьяными изгаляться. А над трезвыми? Эх, Петька, Петька. Хороший прикол. Зато снова Марта вышла. На балкон вышла. Музыку, что ли, послушать? Не исключено. Кто играет? Кто там так плохо играет? А это не мы. Это все он. О, майн либе. Опа. И этот вылез. Смотри-ка, издали любуется. Стесняется, наверное. Романтик, одно слово. Да. Ну, все, погудел и хватит. Забирай гармошку, Петр. Забрали гармошку. Ничего не понимает. А оттуда понимать нечего. Так, еще поиграем. Сиренаду сейчас будем слушать. Василий Иванович. Пока он там будет глядеть. У меня скоро уши завянут. Небось не завянут. У меня не вянут. А у тебя, Петька, не уши, а локаторы. Нет, Петька, все-таки я лучше на гармошке играю. На губной? Нет, Петька, на станковой. Пойдем-ка скоро зайдем. Пока он там отвлечен и любуется на фрау-марту. Заберем-ка какие химикаты. Василий Иванович, а это что такое? А это, Петька, таблетки такие возбуждающие. Ну, типа нашей Виагры. Только называются как-то по-немецки. Ой, а давай возьмем. А зачем они тебе, Петька? Тебе бы, наоборот, валерьяночки надо. А еще лучше брому ведро. Да это я не себе. Так, на всякий случай. Возьми, возьми. Петька, спалишься ты на чем-нибудь. Сам спалишься, и я вместе с тобой влипну. Не влипнешь, Василий Иванович. У меня в таких делах навык имеется. Вот это-то и настораживает Петро. Так, давай посмотрим, что тут еще можно взять. Так, медный пуклопороз, наверное, нет? Или потом? Ладно, потом. Так, заберем. Достаточно. Спасибо, дружок. Это был слуховой галлюцинат. Да уж. Это были мы с Василием Ивановичем. Слуховой галлюцинат. Наш нетрезвый друг помог, конечно. Подписываемся, друзья. Жмем на колокольчик. Зайдем к храу. Ого-го. Хата, говорю, красивая. Как бы сразу и говорил. А то как конь. Ого-го-го. Ого-го. Так, ну-ка повесим. А что если плакат на раму налепить? Конечно налепить. Красиво будет? Как ты думаешь, везли? Что, мы зря будем носить этот плакат? Вешай, а потом и поглядим. Ой, Василий Иванович. А куда это он пальцем тычет? Куда-то вдаль, Петро. В необразимое будущее. Не, на картину он показывает. Петро с цветами указывает. Хм. Что бы это значило, Петр? Не знаю, Василий Иванович. Ладно. Что тут у нас? Ключ. А что это за ключик тут у нас висит? Бери скорее, Петька. Потом разберемся. Вожим котенку на место. А мы еще и не брали. Правда, Василий Иванович? Подтверждаю. Какой наглость. Какое нахальство. Уходите быстро. Ээээ, простите, мадам. Мы больше не будем. Ладно, пока выходим. М-м-м, господин, хороший рожишко, гуден морген. Я гляжу, ты охотник. Да. Охота за гуд. Да я и не говорю, что не гуд. Наоборот, молодец. Я есть хороший охотник. Я с трёх шагов убиваю медведь. С трёх шагов. Не может быть. Да-да, честно. Да верю я, верю. Аж два раза. Что тут за разгром? Пьяные везде валяются. Это русский партизан. Они разбивают заставы и очень много дебошил. Ну то, что заставы капут, это мы в курсе. Тебе поди тоже влетело? Най-най, я в порядок. У меня есть то, что им надо. Вино, водка. Да, сломались мужики. Ну, я их понимаю. Да? Что теперь? Только вино и водка. Так. Ладно. Да уж ничего. И так всё ясно. Так, ну-ка попробуем взять. О-о-о! Я! Я любить охота. Дай пострелять. Най-най, нельзя! Старые ломаться может? Да я аккуратненько! Най-най, нельзя! Так, что-то не так сделали, друзья. Что-то не так сделали. Надо его как-то отвлечь. Подпишемся, друзья! Пошли-ка! О! У нас же есть ключ! А тут какая-то будка! Ну-ка, будку откроем! А что? Можно попробовать! Ну что ж, попробуй! О! О! Свинья! Все-таки петь и летом не смешно! Ты бы отогнал все! А то ведь решат, что это... Все цветы порыла! О, майн-код! Швани! Шурюк! Шнеля-шнеля! Трессирована! Свинка-то! А ты думал? О, майн-код! Моя бедная клюмба! Клюмба! Во прикол! Так, пошли пока в трактир! Пока он там занят! Ружьишко гляну! Василий Иванович! Ну, поди! Глянь! Только осторожно! Угу! Так, ну-ка, давай таблеток ему кинуть. Сейчас мы, Петька, интересный напиток с тобой сделаем! Это какой? А вот какой! Вярочки, сыпем туда! Ура! Куда этот он, Василий Иванович, втопил? Да еще с ружьем! По идее, Петька, он должен был к бабе своей щемиться. Но вот почему с ружьем? А мало ли. Может быть, без ружья ему и не даст никто. Так. Пойдем-ка мы опять к фрау. Порядок на юландского масла. Тук-тук, это мы. Ви есть мне помешает, видите, вон битте. Ща, мы вообще не к тебе пришли, а к тетеньке. Бондруси, швайн. А ты вообще помолчал бы. Ружьем он в нас тычет. Испугались мы твоего ружья, как же. Ты б его для начала зарядил, что ли. Я вас стреляю. Убедился, урод. Плен сдаюсь. Какой плен? Все, в расход тебя сейчас. Только вы пока уйти. Я одеться надо. Да сиди уж. Можешь не торопиться. Только в разговор не встревай. Сиди тихо-тихо, как мышь ползучая. Ферштавен? Я, я, конечно. Я же говорил, Василий Иванович, что ружье его не спасет. Когда это? Говорил, говорил. Вот так и случилось. Фрау Марта. На пару слов. Питте. Какая фрау Марта? Я спрашиваю, что вы хотите? Ну ладно, перейдем к делу. Что же ты, фрау, мужика-то мучаешь? Такой парень хороший страдает. А ты все с кем попала тут? Пора бы уж и прекращать этот бордель. Семьей обзаводиться пора. Семья? Ну да, семья. Дети. Детишек пора рожать. Это такие маленькие, которые жрать все время хотят. Короче, любит тебя аптекарь. Жить без тебя, можешь сказать, не может. Ты бы сходила к нему, утешила бедняжку. А то он же руки на себя наложить может. Хм, утешать? Я могу утешать? Ну вот, и договорились. Пойдешь, значит? Я-я-я, разумеется. Ну вот и хорошо. Так, все, пошли к аптекарю. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчики. Не забываем оставлять комментарии. Заходить в гости. Делиться с друзьями. Так. Браво, Марта пришла. Какая честь, майн либе. Нам надо немного побеседовать, Кантс. Я-я, конечно. Давно пора. Мы мешать не будем. Беседуйте на здоровье. А здоровья у них, Василий Иванович, хватает. Да. Все это от питания зависит, Петька. Значит, питание у них хорошее. Так. Ну, давай теперь пройдемся по нашим делам. Чё это? Чё это за гадость? На вазелин похоже. Ну, почему же сразу гадость, Петро? Вазелин? Эх, вещь хорошая. А-а-а. Ну, тогда возьму. И не только вазелин. Давай-ка еще. Чё это, Василий Иванович? Эйди. Дерни по купоросам. Синенькое такое. Если синенькое, значит купорос. Бери. Так. Отлично. Так, купорос есть. Петька, разобьешь пробирку, конец нам. Почему, Василий Иванович? Не почему. Не знаю почему. Но чувствую, что конец. Так, что-то что-то не так. Интуиция значит. Чувствую, Петька, что победа наша скоро. В смысле? Ну, планету мы уже скоро спасем. Только это в том случае, если ты пробирками прекратишь расшвыриваться. А причем тут планеты и пробирки? Так, мы опять что-то не произвели. Хорошие вопросы спрашивать. Делай, что тебе говорят. Делай. Так. Так. Переходим. Взвешиваться будешь, а, Петька? А, это у нас весы. Не, Василий Иванович. Да я ей не помещусь. Ну, сюда мы щелкаем пробирками. А голова в легкую. Так. Обходи, Василий Иванович. Берем. И на штатив. Василий Иванович, как там по рецепту? Купорос нужен? Нужен, Петька. Нужен. Даже без купороса. Значит, нужен. Так. Что там еще? Вазелин? Василий Иванович, вазелин класть? Нет, Петька, мазать. Конечно, класть. Отлично. Что там еще? Чернила? Или что? Торопиться не стоит. Не все так просто. А с порохом, Петро, ты поосторожней. А то как ты шахнешь, ты не соберешь. Само собой, Василий Иванович. Я аккуратно. Давай, давай. Так. Теперь что у нас? Чернила давай. Чернила заливать? Товарищ комдив. Так чернила... Основа любых чернил, Петька. Лей, не жалей. Так. Удобная посудина. Согласен. Что там еще нам нужно? Так. Это дело тоже нам нужно. Без скипидара здесь точно не обойтись. Скипидар же как. Правда, Василий Иванович? Конечно, Петька. Без скипидара никак нельзя. Без скипидара чудо-чернил не добудешь. Ну что, Петька? Приступай. Я боюсь, Василий Иванович. Эх, Петька, Петька. Такой момент ответственный. А ты в кусты варить чернила. Не трусь. Я подстрахую. Ну. Давай, Петька. Ух как. Все, готово. Ну и что дальше? Да все вроде. Горячее, зараза. Ну ничего. Забираем. Сварил? Конечно. Сварил. Ну, поздравляю тебя, Петр. Молодец. Теперь у нас есть исчезающая чернила. Лучше орден, Василий Иванович. Ну, орден так орден. А теперь пошли чернила менять. Что значит менять? Их не менять надо, а применять. Так. Пошли на Красную площадь. И пошли в царские палаты. Приемно. О, тут и на Палетяне. Товарищ. А, товарищ. Что вы хотели? Нам бы к царю попасть. Как вас все хотят. Эээ. Петька я. Посол? Сам ты посол. Петька, отставить. Посол. Посол. Важный посол. А у нас все важные. Неважных не принимаем. Только видите, очередь к царю. Подождать придется. Да не можем мы ждать. Тише ты, Петька, все дело испортишь. Мы подождем. Ну, ждите. Как же, будем мы ждать. Мы лучше на крыльях слетаем. Нет. Нам надо вот это дело поменять сейчас местами. Сено. А раньше тут его не было. Сено перекладываем. Не жалко тебе лошадку, Петька. Не жалко. Перекладываем. Здесь тебе, лошадка, удобнее кушать будет. Да. Ну-ка, лошадка, двигайся. А-а-а! Это кто это руки распускает? А-а-а! Так ведь это ж... А-а-а! Куда его руки распускать? Да я ему сейчас балалайкой! Пойдем, Петька, отсюда. Могут и нас зашибить ненароком. Могут, могут. Пошли обратно в палату. Подписываемся, друзья. Впереди будет еще много интересного. Так вот, все не откреплись. Люж, это бунт. Да какой бунт? Это ж мы с Василием Ивановичем. Петька. А с другой стороны, может и бунт. Вот-то я не уверен. Ну-ка, смотри. А мы вот в то время чернила поменяем. Так. Ну уж нет. Надо-то... Не знаю, Василий Иванович. Отвлечь его надо, что ли? Отодвинуться надо. Только так он подмены не заметит. Ух, аж... Не знаю, Василий Иванович. Мне нравится. Ты меня, Петр, извини. Но вкуса у тебя Низгулькин клюв не будет. Так отойти надо немножко. Я человек прямой. Что думаю, то и говорю. Так. Вот. А теперь чернилицу поменяем. Чернила. Вот так. Отлично. Вот и сказочке конец. Еще не конец, Василий Иванович. Ничего. Недолго осталось. Опа. Все. Смотри, Василий Иванович. Буковки исчезают. Исчезают. Просто буковки исчезают. Это, Петька, история меняется. Так что получается? Мы с тобой планету спасли, что ли? Еще нет, Петька. Теперь этот договор надо инопланетянам в самую харю бросить эффектно. Чтобы они с нашей земли свалили и как можно дальше. Точно. А я чуть не пойму. Где царь? Он же выйти обещался. А зачем он нам, Петька, нужен? Теперь-то нам не нужно. Мы без царей историю вершить можем. Так, все. Пора домой? В смысле? Назад? В будущее? Пора, Петька. Пора. Погнали на берег реки. Где у нас там река? Все, погнали на машину времени. Садимся. Садимся. Вот. Намучились. Что там? Что там было-то? Да. В двух словах не опишешь. Конечно. Но что-то было. Такая штуковина, что лучше ее при себе иметь. Ну что же, весьма резонно. Конечно. Нам же еще талерку надо запускать. Подписываемся, жмем колокольчики. Так, бластер. На место. Заряжай, Петька. Пускай эти хопники теперь от нас отбиться попробуют. Не уверен я, что получится, Василий Иванович. Они с нами разговаривать не станут. Еще как станут? Да, Беспетька. Я теперь всю их подлую натуру понял. Предстартовая подготовка завершена. Три, два, один, старт. Полетели. Ух-ка. Полетели. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Что это? Это падла договор, на основании которого вы нас имеете нещадно. Но это же чистый лист. Вот именно. У вас нет ни юридических, ни моральных оснований к окрессии против нашей планеты. Не может этого быть. Давай, давай. Это какая-то ошибка. Проверяйте свой экземпляр договора. посмотрите. У вас же должен быть свой экземпляр. Мы обязательно проверим. А мы что? Так и будем в космосе болтаться? Пока вы проверять будете. Развижу, впрочем, горючее заканчивается. Приказываю принять дипломатический корпус планеты Земля. Разрешаю стыковку. Ну, какие добрые. что-то какие-то разные у них летающие тарелки. Ну-ка. Василий Иваныч, теперь-то что делать? Смотри. Сейчас с ними не договоримся, Петька. Придется бошки им подшибать. Как бы нам не подшибали. Прошу подождать небольшой временной интервал. Поконкретнее, пожалуйста. Не нарывайся, Петька. Наш Верховный Совет рассмотрел ваше дело и постановил. Верховный Совет? Хе-хе-хе. Советы народных комиссаров. Тихо, Петька. Слышь, Петька, попрыгаешься. против планеты Земля юридически необоснованной. Ура! Мы покидаем вашу систему. А как насчет возмещения морального ущерба? Приносим свои извинения. И все? Приготовиться к старту. Э, погодь, а как же мы? Мы с вами не полетим. Мы по понятным причинам не можем вам предоставить летательное средство, на котором вы могли бы приземлиться. Мы вынуждены оставить вас на ближайшем к земле астероиде. Вот так, друзья. Мы так не договаривались. Ну да ладно. астероиде. Все, все, кто-то дергает. Все. Подписываемся, друзья, жмем колокольчики. Не забываем вставлять комментарии Вот и пришли мы к финалу этой части Но впереди еще много интересного Еще много игр С нашим Василием Ивановичем и Петькой Поэтому я думаю вам стоит это посмотреть Потом продолжайте приходить к нам в гости А мы будем вас радовать новыми играми Потому что впереди еще Петька Василий Иванович 5 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья Выходим Но смотрим в следующей игре Как вы помните мы были на астероиде И оттуда снова нас забросило во временной континьюн Великий основополагающе Внешний агент Котовский Предстал перед тобой в готовности Отдать все свои силы Для всесозидающего дела Красного проекта Называй меня Вот так Вот так операция Ох Фу Преснится же такое Ой Василий Иванович Мне сейчас такое снилось Такое снилось Расскажу не поверишь Василий Иванович Пока друзья Субтитры сделал DimaTorzok